Парадно, торжественно и где-то даже волнительно. В пятницу в филармонии собрались представители власти, бизнеса и общественных организаций на церемонию инаугурации нового губернатора. За Павла Конькова 14 сентября свой голос отдали более 80% избирателей. Это, пожалуй, самые спокойные выборы за последние несколько лет. В обл. избирком не поступило ни одной жалобы. Павел Коньков 11 месяцев был временно исполняющим обязанности. Революционных перестановок в правительстве не делал, разве что поменял руководителя комплекса соцсферы Ольгу Хозбулатову на другую, не менее эффектную блондинку Ирину Эрмиш. Впрочем, по официальной версии Ольга Анатольевна покинула пост по собственной инициативе. Павла Конькова многие характеризуют как хозяйственника, человека, который умеет много работать. Неспоримый плюс в том, что он коренной ивановец, а значит, проблемы региона знает изнутри. Мы знакомы, наверное, около 10 лет. Еще когда Павел Сеевич работал директором фабрики в Каменке, я его знал, в Колубе его работал директором, ну и потом как заместитель председателя правительства. То есть достаточно длительное время для того, чтобы понимать, как взаимодействовать, понимать сильные стороны человека, понимать, где ему необходима помощь со стороны политиков, областной думы и так далее. То есть это достаточно вперед. Сначала в зал внесли флаги государственной Ивановской области, затем знал губернаторской власти и только потом появился Павел Коньков. Он принял присягу на Конституции Российской Федерации и уставе Ивановской области. Вступая в должность губернатора Ивановской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Ивановской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и другие законы Ивановской области. Какой дорогой пойдет регион? Чем будет жить его население? В ближайшие пять лет ответственным за все курсы и направление будет Павел Коньков. Что в себе таит ближайшая пятилетка, остается только гадать. Я полагаю, что пятилетка будет непроста из-за общей ситуации в стране, но думаю, что область сделала очень правильный выбор. И при таком мудром руководителе, как Павел Алексеевич, который себя очень положительно зарекомендовал за тот почти год, который он исполнял обязанности губернатора, я думаю, что все-таки в нашей области все будет хорошо. Признаюсь, для меня это очень ответственный шаг. Наверное, самый ответственный в моей жизни. Присяга, которую я принес жителям Ивановской области, для меня не просто торжественные слова. Уважение к человеку, внимание к его проблемам и заботам, улучшение жизни людей. В этом я вижу и смысл, и содержание работы руководителей региона. Серьезную обстановку разрядил председатель областной думы Виктор Смирнов. Он напомнил, что 19 сентября на Руси устраивали так называемую «братщину». Это мирские сходки, на которых решались важные вопросы. Все завершалось миром и переходило в пышное празднество. Возможно, собравшиеся в филармонии старинную традицию нарушать не будут. Тем более, что кроме инаугурации Павла Канькова есть еще с чем поздравить. Губернаторское кресло он занял в свой 56-й день рождения. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.